Я сюда шла, думала, какую тему начать, но как только я подошла, мне сказали, в списках вас нет. Я сразу давай думать, где я себя блокирую, почему я не хочу прийти сама к себе навстречу, почему я с собой не хочу встретиться, не хочу встречаться с вами. Звоню Оле, трубку не берет, никого нет. Меня еще водитель высадил далеко за зданием, то есть я пешком еще три круга здания обошла, в общем, 20 минут ходила, искала, то есть я не могла найти себя, вот, видите, найти себя не могла. Не могла найти свое место, еще пробки меня задержали, ну, вы видели уже, я обычно опаздываю так на полчаса, чтобы все приготовились, там, чай, кофе попили, но вот тут уже вообще час прошел. И у меня сразу назрело то, что мы начнем просто с практики, потрансформируем толпой шаблона мышления, потому что я знаю, что половину здесь тоже вас не пустили, да? Были такие, поднимите, кого не пустили? Почему вы себя не пускаете на движуху, почему вы себя не пускаете к себе, получается, на встречу? И давайте тогда шаблон мышления возьмем любой, так как вы знаете, что все шаблоны мышления, это наши просто рамки препятствий, которые не дают нам двигаться, исполнять наши желания. Любые желания, они уже исполнены, но вот эти рамки, шаблоны просто не дают нам увидеть. Вот есть, допустим, мольберт или нет, не мольберт, давайте. Вот стена сзади, там, представьте, картина, она есть, но вы не видите это мольберта. Мольберт это препятствие, то есть ваше было мышление. Если мы одобренем мольберт, то мы там можем эту картину увидеть. Вот нам не нужно пытаться что-то от недостатка, какое-то желание найти, нам достаточно просто найти, что мешает это увидеть и все. То есть у вас уже есть и машины, и квартиры, и любовь, и вы есть, и это достаточно, и вы проявлены во всем мире, и все люди тоже вы. Мы все едины в одном коллективном сознании. Кто-то говорит дух, кто-то говорит бог, кто говорит, что вообще никого не существует, это все иллюзия и сон кошки. То есть у всех какие-то разные представления, но мы едины. И бывает такое, что вы о ком-то подумали, раз он появился. Мы сейчас с Олей решили снимать художественный фильм, причем сделать... Сначала хотели короткую метражку, вот, потом мы решили уже, посмотрев Блиновская, слышали? Да. Вот у нее марафон желаний, и фильм как раз вышел по ее сценарию. Это очень круто. И тут же мы видим на канале Сергея Долматова, они приглашают фотографов к себе туда, в Терногорию жить. Фотографы, операторы, съемщики, в общем, все, кто владеет хоть как-то этим, они тоже собрались что-то там снимать. То есть коллективно оно работает так. Один порисовал, я смотрю, уже весь интернет рисует. Вот, кстати, моя первая картина, никогда в жизни краски не держала, но оно еще не зарисовано. Так это воленогород кайфушка, то, что она прорекламирует завтра курс воли. Я очень быстрая и скоростная, у меня вот так вот быстро все переключается, если что, меня останавливаете, если меня куда-то несет. И я не хочу, чтобы эта встреча была как-то такой официальной, чтобы я одна говорила, у меня язык отвалится. Давайте вот вместе общаться, задавайте все вопросы, и вот сейчас будем трансформацию делать. Каждый по чуть-чуть скажите о своем образе, о картинке. Так вот, вернемся. Я не хочу себя куда-то пускать, раз у нас такая тема случилась. А так как мы все друг другу зеркалаем, мы зеркалим все наши собственные программы, которые мы не видим, соответственно, половину опоздавших вам для всех показали то, что мы не можем найти себя. Мы не можем прийти к себе, мы не слышим, где наше место, ну, здесь внутри, какие еще программы были. А некоторые, мне уже доложили, ругались с охраной. Почему меня не пропускают? То есть это перекладывание ответственности, не я творец получается, да, я жертва, перекладывание ответственности было на охранника, а не на себя. То есть это не я творец, а творил, а переложил. То есть здесь у нас программа жертвы и творца. Вот давайте первую, наверное, вот эту программу. Дело в том, что жертва – это абсолютный творец, тот, который принимает абсолютно все. То есть крайность жертвы – это ограничение, и она сливает энергию. Потому что если ты в жертву, естественно, ты не можешь творить свой мир. Но если ты тотальная жертва, ты полностью принимаешь все, все, вот вообще, как оно есть, получается, я уже творец, то есть другая крайность. Отрицать жертву, как мы это делаем – я не жертва. Я не хочу быть жертвой, да ты жертва. Это ты жертва. Я творец, то есть мы отрицаем жертву. Нам нужно трансформировать в новое третье сейчас, стереть границы шаблонов мышления двух вот этих крайностей, то есть чтобы не было жертвы, чтобы не было творца, а было что-то новое, общее. Как это сделать? Мы сейчас все закроем глаза и представим любую картинку, какая вот придет. Можете заявить волю, можете к Духу обратиться, можете не обращаться никуда. Просто я хочу увидеть картинку любую. Она нам нужна для того, чтобы мы, рассуждая, трансформируя какие-то программы, не опирались на старый опыт, на старые знания. То есть нам не нужно будет вот эту расшифровку делать с тем, что мы уже знаем заранее. Да? Ты когда-нибудь трансформировала? Ладно, сейчас попробуем. Закрыли глаза и представьте любую картинку. Сейчас человек опять скажет о своих картинках. У кого уже есть? У меня девушка в платочке сидит на лавочке. Девушка в платочке? Девушка. Мы сразу возьмем несколько картинок. Девушка в платочке сидит на лавочке. У меня кораблик, вот он на ветру его трясет, ну как шатает на море, а вот он как-то борется с этими ветром. Борется? Да. Хорошо. Давай. Малачин без кроликов. Серьезная картинка, давай, Ксюша. Малышный шарик. Он такой, ну куда-то, полкается. Дождливая погода, я внутри помещения смотрю через окно. Отлично, так у меня уже картинка складывается. Можно по одной картинке трансформировать, если не хватает? У меня мужик в платье ушел. О, я творец творю, что хочу. Смотрите, теперь вы берете свои картинки, которые представили, или те картинки, которые вам уже рассказали. Неважно, мы также материальную действительность, любую, куда глаз упал, можем расшифровать. Начинаем кидать на каждую картинку ассоциацию. С чем у меня ассоциируется шарик болтающийся? Либо с чем у меня ассоциируется болтающийся кораблик? И как его можно связать с жертвой, и как можно связать его с творцом? Пока мы пробуем ассоциировать с двумя крайностями, а потом найдем общее путем вот этих рассуждений. Кто хочет попробовать? Зима бегут маленькие дети, бегут друг за дружкой. То есть они играют во что-то. Как с творцом можно... Они творят свою радость, свое веселье. К жертве как можно ассоциировать? А вот к жертве... К жертве не значит. Хорошо, подумай, что же давай. Ну, воздушный шарик летящий, к жертве легко привязывается к волнах, куда ветер падает, туда и его несет, и он ничего не может сопротивляться. Легкий... А вот как творец? Даже не знаю. А мы с кораблем сейчас попробуем. Можно я попробую? Да, да. Да, очень хочется первый раз. Хорошо. Корабль, смотрите, как ассоциировался, по какому-то бушующему океане, и он, значит, попал в шторм, и когда он жертва, он тонет. И когда он летает творцом, то тогда он, конечно, не видит маяк. И создает себе маяк курс. А как теперь сложить общее понятие, что может одновременно являться и творцом, и жертвой перекладывая на кораблик, который душует в шторме. Море нет, там можно куда захочешь, в бой это греется. А может что? Если ты творишь, то ты творишь шторм, да, да. И море запитает, и корабль идёт в шторме. А ещё корабль, который творит, получается, землю для тех, ну, платформы, площадки для тех, кто на этом корабле есть. То есть, получается, что если это даже муж корабельный, то у неё же правда этот ценный мир. То есть её мир тонет. Ну, имеется в виду, что если она этого не знает, мы накидывая ассоциации, ассоциируя с жертвой, да, вот эту картинку, и ассоциируя с творцом, нам теперь нужно найти одну общую медаль. То есть, вот медаль, да, она имеет две крайности. Одна сторона, орёл и решка. Но мы же не говорим, у меня в кармане там есть, я получил сегодня на соревнованиях решку, или я хочу получить орла. Мы говорим, я хочу получить медаль, и понимаем, что это единое какое-то целое. Может быть, капитан, вот он как бы и есть единое целое, он может и туда, и сюда повернуть. Хорошо, капитан, может повернуть и туда, и сюда, лодка тонет. Или не тонет. Или не тонет. Всё, мы сейчас перейдём к вам твою физику, проката Шрёдингера, да? Он в потоке, например. Он в потоке, как жертвой, в то же время он творец, то, что он построился под поток, и вот любил. Он может быть, третье, что понять из всех реальностей. И какой там мы вывод в итоге-то сделаем? Вы всё правильно говорите. Вы идёте, рассказывая про каждую крайность, но теперь нужно собрать это в единое целое, как одновременно осознать. Творец может быть жертвой. Как одновременно творец жертва. И как жертва может быть творцом одновременно. Реальность, в которой она будет жертвой. Да, творец творит реальность, в которой он жертвует. То есть даже если он жертва, он всё равно творец. Очень круто. Стала Боря, казалось, сейчас утонем, потом раз, стал штиль, и стало всё хорошо. И это стало всё быстро, как так бывает в жизни. А как теперь этот творец с жертвой соединить? Ну, как бы, сегодня было, я могла утонуть, сегодня же я уже не тонула. Творец наказал свою жертву. Творец натворил так, что он создал себе такую ситуацию, что стал в итоге жертвой. Что вам соединить? Либо ты в шторм идёшь, либо ты... Творец хотёл в какую-то погоду держать. То есть творец может быть жертвой и творцом, и он может быть любым. Хорошо, а жертва тогда? Как она может быть ваша? Жертва знает то, что она делает. Она не осозна, получается. Творит тоже. Она тоже творит, просто не осозна. А давайте другую картинку какую-нибудь ещё разберём. Давай, вот твоя картинка, давай первая. А с какие ассоциации? Ну вот с хлоточком, особенно, ну, эта девушка прям вот как вот старовер, уже какая-то такая... Как матрёшка. Да, вот в длинном платье. Ну, что это всё равно какая-то узкая привязка к какому-то определённому, там, не знаю, ожиданию, например, её общины, или как, ну, то есть, ей нельзя одеться в умное, что-то, да, она сидит на скамеечке, на ловке. Это как жертва. Да, это как жертва. А как творит с другой стороны, то есть, она может быть сама себе создала этот красивый наряд, и она может, например, где-то поднять и там пойти танцевать, и, ну, то есть, здесь она уже творит с этим видом, с этим нарядом. вот, как-то у меня вот так ассоциация, то есть, что она может сама себе эти наряды создавать, сама свою картину делать, и тогда она уже будет в этой одежде, не чувствует, что её обвязали, что она, ну, как вот стилистка-тюрель, там, то есть, у вас есть понятие теперь, что есть отдельно жертва, есть творец, либо у вас сложился общий пазл, если нет, у кого нет, поднимите руки. То есть, суть самой трансформации, осознать вот эти крайности, возможно, этих крайностей будет очень много, может быть, это целый бриллиант, да, осознать каждую крайность, увидеть в этом целое, и живя уже, да, по жизни, не опираться на какую-то крайность, и не говорить, ой, я творец, потому что вы будете тогда жертву отрицать. Если, ой, я не жертва, опять же, отрицайте её, я хочу быть творцом, но творец и жертва это одно и то же, это одна медаль, вначале подсказку вам дала, что истинная жертва это та, которая полностью принимает все свои события, а творец, он же их сотворил, поэтому он принимает все, что он сотворил, то есть истинный творец, он не борется ни с чем, он принимает, жертва тоже ни с чем не борется, ну, судьба такая, что, и как бы тотальная жертва, получается, она делает то же самое, что и творец, но мы обычно, впадая в какую-то крайность, и начинаем с этим бороться, если у вас это понимание целого пришло, есть еще такие, кому не пришло, нет? Все, мы трансформировали с вами программу, и теперь жертвенность вам транслироваться не будет, все зависит от моего выбора. Да, теперь на программу выбора трансформировать, давайте программу... Это, конечно, круто, но это тоже шаблон мышления, любой шаблон мышления или программа, вот эти рамки, которые нас обезвиживают, они имеют дуальность. Выбор и... не выбор, что? Безвыборность. Нет выбора. Нет выбора. Безыходность. 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 Вот, давайте. Я заявляю своей воле трансформировать программу выбор и безысходность. В новое третье, то, что будет меня наполнять, не будет меня ограничивать. Качели. Качели. Я качаюсь на качели. Отлично. Еще картинки. Заводок ландыш. А? Ландыш. Ландыш. У меня прям запах пошел. Ночной горизонт, темное-двездное небо. Ну, прям. Линия горизонта. Красиво. У меня облака и в них дверь. Типа, есть выбор, но на самом деле, вот, типа, нет. У тебя. У меня значок вообще иньянь такой. Ну, давайте, картинок достаточно уже. Давайте возьмем небо. Небо с дверью? Небо с дверью. Ну, то есть, ставишь, типа, выбор, есть ты можешь в него там войти или что-то. Ну, типа, одна дверь, да? Ну, толку нет, да? Да, да. Всего одна. Как бы, да, выбора по факту нет. То есть, тебе эта дверь может зайти туда, а не не зайти, но она одна. И выход в небо. Выход в небо, да. В ничего, да? Да. Хорошо. У тебя была картинка? Инь-ядь. И? Какие ассоциации? Ну, выбор, не знаю, а если это так рассматривать как мужское и женское начало, то ты можешь выбирать не знаю, где-то. Хорошо. У кого ин-янь есть, расшифровка? Какие-нибудь ассоциации? Ну, а ты не подходишь в сторону, то и видишь, может быть, да? То есть, выбора нет. Там все равно что-то есть, а выбора нет. Там все. Вроде есть, то же вы, или нет. А, и белая, такая черная и красная. Выбора нет. Белая становится черная. Там все и картинки. То видишь старушку, то девушка. Там же, когда, там же еще маленькие кружочки. В белом черный, а в черном белый. И в любом светлом всегда есть темная, а в любом темном всегда есть что-то светлое. Тоже выбора нет. но она просто есть как найти общее целое между выбором и безысходностью то есть выбор без выбора единое целое мы всегда пытаемся что-то выбирать а кто-то живет в безысходности а нам нужно найти так чтобы стереть вообще в голове я такое понятие что есть какой-то выбор и что нет выбора найти общее целое между они и надо или обязан ну жить по надо это безысходность а по желанию это выбор в новое третье это крайности у меня приходит то что когда плаваешь в одной какой-то воде и ты сильно не поднимаешь эту ситуацию ты плывешь как-то с потоком и ты внутри ты не видишь этого черного и соответственно то есть может быть нужно доверять как раз таки этому всему и ты сейчас в том месте где тебе нужно быть не надо двигать на белое и черное мы еще выбор будем ой не выбор а доверить все равно выбора нету тебе придется везде смотреть ну да или просто вообще можно конечно сказать я в домике у меня этого нету и отречься сегодня мы не можем не смотреть а можно смотреть на все сразу на всю картинку и целом и а если представить что весь мир и все события реальности сосуществуют одновременно и прошло и будущее настоящие везде мы находимся 5d до сергей доматов рассказывает что это все события одновременно проживаем еще к тому же у нас вообще нет выбора выбора много и он бесконечен но нету выбора потому что мы везде ну да доверяться желанием так но это доверячно будет трансформируем как типа выбор в дверь это как бы выбор но и музей выбора получается потому что ты открываешь дверь какая бы она там ни была это единственная дверь и как бы ты и а там безграничное количество следующих доходишь внимание и поле трансформируем что не ты есть к не записать давайте еще варианты потому что я смотрю что с выбором мы еще не так конца переход сегодня белая завтра черная выбора нет то есть какую бы вы сторону не выбрали да это в любом случае выбор даже если вы ничего не выбираете это выбор не выбирать то есть получается то что нет выбора и не выбора есть единое целое вот это чувство которое выбирает и не выбирая но все равно выбор без выбора даже если ничего не делаете закройте глаза вы выбрали закрыть глаза и ничего не выбирать сейчас мы знаете какую штуку с вами сделали мы каждый день стоим перед выбором идти не идти делать не делать говорить не говорить одеть не одеть съесть не съесть этот выбор бесконечно сливает наш шаблон просто нас останавливает там сливает энергию кто как говорит кто там тормозит наше желание или еще что то там расслабляемся осознаем что чтобы мы не выбрали это наш выбор нашей души в любом случае правильный он неправильным тоже все будет тогда классно наша задача с вами научиться принять и принимать мир таким каким он есть потому что мы творцы и зачем менять то что мы сотворили если мы не согласны с тем что мы сотворили то есть нам нравится какая-то боль жопки там всякие проблемки вот получается мы не согласны с нашим творением соответственно все мы крест на нашем внутреннем творце поставили и наша внутренняя женщина его не принимает то есть наша женская энергия принятия не принимает наше желание собственно если вы научитесь принимать свои желания, осознавая, для чего вы это сделали, то очень легко по жизни будет жить вот так вот. Только подумала, ну все, осуществились. А все нам мешают вот эти шаблончики. Поэтому, как только вы стоите перед выбором, вы можете уже заранее знать, что у вас все равно выбора нет. Что выбирать? Наблюдаем. Просто наблюдаем. Интересно, что сейчас произойдет. По импульсу. Не надо обсуждать правильно-неправильно. Вот как раз сейчас следующий шаблон. Правильно-неправильно. Надо-не надо. В новое третье то, что будет меня наполнять, то, что будет являться новым целым. У меня город и свежий воздух. И деревня. А у меня сразу представился какой-то завод и чернота, как в Челябинске. А у меня салюты прямо там завалятся. У меня голововолка. Голововолка. А это же судейская тема. Чаши весов. Да, чаши весов. Давайте с чашей весов. Мне понравилась картинка. Правильно-неправильно. Ассоциации. Какие с чашей весов могут быть? Справедливость. Типа, да. Так, справедливость. Трактформируем. Вам все равновесное, но одинаковое. А неравновесное? Одинаковое, не одинаковое. Это какие-то постоянного для меня это постоянно. Это как-то нам не может стоять вот так вот. Постоянно вот тут вот сюда, сюда. А как это с правильно-неправильно? Правильно. Мне это правильно-неправильно. Хочу, значит, правильно. Хочу-неправильно. вот знаете что сейчас сделали как назовут лидия что сделала она жестко шаблон мышления просто отрицает нету ничего неправильно в мире есть все кроме вот самого отсутствия мы отрицаем боремся с неправильным то есть у вас есть шаблон борьбы с которым вы боретесь все правильно а неправильного нету неправильные во всем вообще все неправильно все правильно это шаблон мы наделились слова каким-то ограничением какой-то правильностью это тоже крайность неправильно это тоже крайность нам нужно понять что правильно это неправильно а неправильно это правильно такой какой есть такой какой есть варианты сдавайте с картинками опираясь не на здание а на картинку для того чтобы не подтягивать старое мышление родить что-то новое но если вот весы брать то в принципе если что на наверху то приложив на другую чашу например она может оказаться внизу то есть получается что это просто состояние такое то есть нету правильного наверху ему стоять внизу нет ну то есть это просто у кого качельки у меня почему-то еще качельки придали чему-то важность да он перевесил получается и вот это вот важность типа вот это правильно это это важность это крайность это то что просто кладет на вас груз этот который вы тащите и вам тяжело по жизни жиро и может быть на одной чаше лицов чем больше шаблонов тем она больше перевес перевешивать чем если нет вообще шаблонов то она становится нейтральным а вообще почему я посчитала что если мы все разные там уже сами правильно наделяем так правильно это неправильно можем слово неправильно для вывертый благодаря к destination все же Sh accue-dise табрами такого мыши под которую не약 GORDON initiatives существует одновременно для кого-тоampoo momento правильно и неправильно то есть но и для меня это провели неправильно и мы можем неправильно в этой праве Продолжение может быть понимать что сначала была башни которая разрушалась и как Abbottlij наш это как что-то неправильно например страдает то другое но потом И в общем на этом месте появился замок новый, совершенно другой. То есть разрушать это тоже хорошо, правильно, потому что можно на этом месте что-то построить. Мне пришло, если взять что-то для меня было неправильно, то что такое неправильно, а взять, например, посмотреть, что это правильное, а у меня в голове неправильно. Можно в каждом слове найти ключ той силы, которую мы можем использовать для себя. Обычно мы во все шаблоны мышления, то есть каждое слово чем-то наделяем. И если это слово с борьбой связано, например, отрицание какого-то, это плохо, это неправильно, там очень большая сила. Вы слишком много с этим боретесь по жизни, и там вся ваша энергия, вся ваша сила копится. И представьте, если вы этот инструмент возьмете и научитесь этот инструмент использовать по-новому. То есть, если я вижу, что это неправильно, у меня сразу в голове включается, ага, это же мой инструмент, там вся моя сила, это можно использовать по-новому. Это просто ключ задуматься о том, что из этого можно какой-то шедевр, допустим, сделать или еще что-то. Как из геев можно сделать шедевр? Я до сих пор не понимаю. Ой, гей, это вообще классная тема, дело в том, что, не знаю, на камеру можно... Отрицание новое, у меня отрицание невозможное просто. Мы же сейчас приходим к единству и целостности, что мы двуполые существа, у нас не на 50, а 50 мужчины внутренние и женщины, а мы 100% и 100%, мы не половинчатые. В нас просыпается и женская энергия, и мужская, то есть мы одновременно и желаем, и принимаем, и творим. Не нужно, как раньше, с теми шаблонами мышления, старыми, жить, когда мужчина должен был, должен был, должен был, должен был, да, там, женщину, для женщины все творить, а она его принимать. И она желает, потому что у мужчин не было желаний, ну, таких девушек, там, аааа, все знают, как украсить пещеру, знает, там, как суп приготовить, а он там мамонта забил, ей вот все принес, на, ты из этого делаешь. То есть она желает, вот я хочу детей накормить, тебя уют сделать, а сейчас этого не нужно, каждый человек целостный, и он может развивать себе, вот, мужчину и женщину. Но этот переходный период между старым мышлением и новым, когда в человеке начинается просыпаться, ну, в мужчинах женское, в женщинах мужское, это просто у нас сейчас такой этап эволюции, это нормально, пока мы не придем к целостности, ну, в будущем, там, пару поколений, не знаю, сколько понадобится. То есть познание женской, женской составляющей внутри себя, да? Просто геи, они не знают, как по-другому познать себе женщину, поэтому они отрицают, там, сейчас мужское, ну, у них вот это вот женское раскрывается. В мужчинах сейчас с новым сознанием просыпается женская энергия. Согласна, но мы все собираем этот опыт в коллективном сознании для того, чтобы сделать этот квантовый переход, любой опыт хорош. Да, просто эти люди, которые застряли, вот, в них начало вот это просыпаться, но они не знают, как по-другому это выразить, и они все остальное подавляют вокруг. Это нормально, это такой этап эволюции, принимаем, что у нас мужчина начинает познавать себя женщину. Просто таким способом. Таким способом, другой способ они пока не знают, да. Это, это хорошо. Так, мы трансформировали программу, напомните. Правильно, неправильно. Правильно, неправильно, да, нет ничего, правильно, неправильно, это просто ключ, обратите на это внимание, то, что я сама себе транслирую, если я на что-то говорю, что это неправильно, что это можно как-то классно использовать и наделить это каким-то шедевром, и это будет правильно. Например, я как... Кто дизайнеры? Есть? Вот. Дизайнеры знают, если они ошиблись, это шедевр. Правильно? В ошибке, в любой. Я как закройщик одежды знаю, что если мы где-то там черканули на женской одежде, на мужской, там все строго, конечно, а вот женская одежда, там что-то кроил, кроил, раз не так выточку отрезал, там можно что-то пришить, приделать, и это будет очень круто, дизайнерская новая. То есть мы, если видим какую-то ошибку, обычно неправильно мы наделяем ошибки, да, это просто опыт, который можно измечить. Понятно, да, нет ничего, правильно, неправильно? Мы сами придумали. Для нас это пипец, как правильно, а для всех остальных... Вот так, то есть наоборот. Давайте какой-то следующий шаблон был. Доверие. Доверие, да? И справедливость. И справедливость, да? Праведливость была? Да. Доверие. Точно все правильно-неправильно трансформировали в одно понятие, что это общее. Одновременно все, что правильно, оно неправильно. Все, что правильно, это шаблон, который ставят в рамки, а это неправильно. А все, что неправильно, сто процентов правильно. Пока она не поставит, раньше для всех оставили. Да, нам надо постоянно что-то взять. Когда он поставила, эта женщина в Испании, ну сразу сразу неправильно. В итоге все равно все впускается в парту и к жене, да? Как правильно-неправильно? По идее, вся дуальность, то, что у нас мозг был разделен. Одним махом, трансформировался, да? Дуальность. Можно зачем? Так будет интересно. Да, можно. Мы пойдем в свою очередь. Сейчас ученые уже доказали, почитайте в интернете, очень классные исследования о том, что раньше мозг, говорили, работает на 5%, сейчас уже на 95%. То есть безграничные у людей открываются способности, каждый может открыть любую себе способность. И вот как раз игру сейчас создаю, где через эту игру каждый может почувствовать, как эти способности все можно открывать. И сейчас, раньше, вернее, считали, что мозг делится на левое-правое полушарие, и они отдельные. То есть этот отвечает за то, это и за то. А сейчас уже доказано о том, что у нас мозг начинает работать едино. Черниговская очень много по этому поводу рассказывает, очень классные лекции у нее. Надо послушать, интересно. Очень классные лекции. Я в последнее время начала еще кого-то слушать, раньше никого не слушала. Это такая дура Блиновская. Это же правильно никого не слушать, надо же себя слушать. А сейчас хочу по-другому, по-новому как-нибудь. И даже вот решила Блиновскую послушать, хотя она говорит про желания. Я говорю наоборот, зачем все желать, посмотрите, вокруг столько всего на желание, столько уже исполнилось. Нам жизни не хватит, как я вчера в эфире говорила, жизни не хватит просто увидеть то, что мы уже сотворили этих желаний целую кучу. То есть мы створим и не замечаем, створим и не замечаем ничего. И все хотим дойти дальше и дальше с позиции, что у меня нет. То есть у нас все есть, но мы всегда у меня нет, у меня этого нет, у меня этого нет. И никогда не смотрим, что у нас есть вообще все. Руки, ноги, тело, мы дышим, воздух бесконечный. Друзья, представьте, сколько у нас связей с вами. Каждый чем-то может поделиться, быть полезным. И не знаю, даже если вот мы кружком вот тут соберемся, и каждый скажет, что он умеет, обменяемся услугами, все станут пулионерами. Ну, мы же этим не пользуемся, мы же не слушаем друг друга. Советы раздаем, ну, как бы про себя вообще никак. Так, доверие. Доверие, недоверие, да, получается? Ну, тогда сюда можно и веру вложить. Вера, недоверие, доверие. Верие, доверие, недоверие. В общем, со всеми прилагательными. Подозрительность тоже? Подозрительность? Нет, скорее всего, это немножко. Сомнения? Нет, обычно говорят. Почему? Доверие и сомнения. Тоже, в принципе, можно. Давайте, в единоцелое. Это целый будет алмаз. Доверие, недоверие, вера, сомнение. Сомнение, вера, доверие, недоверие. У меня просто образ с алмазика пришел. Я тоже алмазик пришел. Рюкзак сзади на спине и там открытый карман. Потому что я сегодня пока в метро ехала, два раза попалась впереди меня человек и у них открытые взади, что-то, что-то, что-то. Ну, может, забыли. Ну, понятно. Верие, ввери, за них кто-то заметил. Тотальное доверие. Тотальный творец, тотальная жертва. Ну, кстати, про рюкзак. У меня сейчас тоже пришел образ, что я стою на краю скалы и мне надо прыгать, а я не до конца понимаю, у меня рюкзак или порошок. То есть ты сама себе не доверяешь, что сегодня утром оделать? Ну, да. Оделать? Украдущаяся какая-то. Украдущаяся прям аккуратно. Самолет не имеет лично. А, замок на двери или открытая сидит? Замок на двери, а дверь открыта? Да. Отлично. Водушный шаг. А? Водушный шаг, я думаю, тоже как-то взлетает. Ага, вы сегодня заметили, очень много воздушных шаров. С людьми не доверили, так попробуй взять, что можно. Давайте ассоциации на те картинки, какие есть. У нас маршрутка есть. Мне понравился образ. У нас есть воздушный шар, у нас есть крадущийся кот, у нас есть двери с замком, причем дверь открыта, замок висит. Рюкзак с открытыми дверями, карманами. Какие ассоциации могут быть? Карманы готовы для бриллиантов. Карманы готовы? Одни бы сказали, блин, у меня там сейчас что-то вытащат, а другие карманы готовы. Держите карманы шире. У меня с неба с бриллиантами сыпались. Это Коля, она как раз бриллиантами занимается. Раскрывайте рюкзаки. Полиция, вы знаете, доверие к миру? Ну, вы же понимаете, я занимаюсь бриллиантами, я собираю все грани себя в одну. Ну, то есть я не просто так занимаюсь бриллиантами, я осознанно на них занимаюсь. Я все свои кусочки одного камня, вот во сколько сейчас тут? 80 человек, да? И вы все мои части, вот я вас и собираю. А карманы для чего нам раскрывать? Вам? Ну, они же открыты. Мы решили раскрыть карманы пошире. Ну, так если вы посмотрите, что ваши карманы, мои карманы, чужие карманы, это все одно и то же. Посмотрите, что у нас... Один карман? Да, посмотрите, что это перегородка, которая разделяет карманы. Ее на самом деле не существует. Она точно так же из атомов в воздух, да? Мы воздуха же не видим, для нас он непроятный. У меня сразу игра пришла. Сейчас каждый рядом сидящий возьмется со своего кармана что-нибудь достанет и положит следующему. Вы же не видите воздушную перегородку между нами? А она есть. А это H2, да, там молекулы, там две штуки и так далее. А на самом деле она есть. Она просто непроявлена. А перегородка между там карманом и другим, да, она просто проявлена, она материализована, потому что она более плотная форма спрессованных этих атомов. Но мы также можем все разделить на то, что этого ничего нет. Ну, если хорошо внимательно в это посмотреть. Поэтому вкладите сколько угодно ваши карманы в граждане наше. Она перевела вывод. Давай, раскрывай. Ну вот, потому вот оно и лежит все так, как лежит. Потому что это все, ну мы все едины. Это просто надо каждый раз хоть чуть-чуть понимать на другом уровне. И во что, Оля, в итоге трансформировалось в доверие, недоверие? Я бы, наверное, как-то обобщить. Доверие и недоверие – это одно и то же. Да. И, собственно, этого вообще, в принципе, не существует. Если разложить на полюбин, сейчас нет. Если разложить на полюбин, сейчас нет. Если разложить на полюбин, я между ними пустота. Недоверие к себе – это даже доверие к себе, на самом деле. Ну, то есть, если мы сейчас разложим к этому придет, потому что я пропустила, да, какую-то эту часть вашей беседы? Ну, я просто держала карбан. У меня этой дуальности доверие-недоверие просто нет, она стерта. Ну, то есть, все едино, и зачем мне вообще думать о каком-то доверии или о каком-то недоверии? Я лежу, вот у меня там с руки открыты. А, кстати, видели, там вот в кабинете у нее бриллианты по 15 тысяч евро, колечки всякие. Она не боится, я спрашиваю, ты не будешь убирать вон там со стенда? Ну, там на стенде, в принципе, не так много всего. Вот, в том кабинете, говорю, ничего, нормально, все, да, вообще, вообще, хорошо. Где-то угол, а в другом месте прибыл. Нет, ну, этого, в принципе, нет. Ну, то есть, доверие и недоверие, они схлопнулись и растворились. Это два, ну, нет, все едино, зачем мне? У меня даже такое, ну, мысленнее. Хотя, периодически, я всегда лежу с открытыми сумками, и мне люди прямо говорят, девушка, закройте сумки, девушка, закройте сумки. Ну, ты же сама себя бываешь. Да, 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 я все-таки, ну, где-то, то есть, не доказать. Где-то сразу, конечно, конечно, это можно много раз, все просто глубже и глубже, глубже, да, можно совсем там довериться, раздеться такая. Про все едины, да, ну, то есть, ну, потому что, ну, это тоже разделительное пространство, и потому что, ну, каждый раз это все более глубокий уровень. Но я до себя, другим людьми тоже стучусь, там, типа, закрой сумочку, закрой сумочку, и это периодически, да. Ну, можно еще сразу принять как факт, то, что в любом случае, даже если что-то у меня украдут, то, значит, я хотела высвободиться, выдохнуть. Ну, можно посмотреть, что у тебя ничего украсть невозможно, как бы, все опять общая идея, да, ну, то есть, совсем, ну, совсем расширенным, если взглянуть. Сейчас, конечно, вот так вот, ну, трудно, да, но разве у меня можно что-то украсть, если это все мое? Давайте разберем замок с дверью. Ну, замок, он же открытый получает. Я же воск открытый, не тебе висит, да. А замок висит уже точно. А как это соединить с доверием и недоверием? Почему доверие является недоверием одновременно? Замок висит. Замок висит. Классно. Никто не знает, что она не закрыта просто. Якобы закрытый. Какие еще были картины? Крадущийся кот. Кот, ну, давай, кот, куда он там крадется. Но он очень осторожен чувствует недоверие. А с другой стороны, он чему доверяет? Он сразу идет. Идет? То есть, он может только свои чувства доверять как-то, даже не знаю. То есть, может быть, это доверие себе, в любом случае. А если это недоверие, то все равно, конечно, не знаю. Если он родится, он же не знает. Если он на фото идет, все успеет. Доверять себе, но проверять. Ну, проверять. Трансформируем проверять. А может быть еще, когда мы не доверяем, то мы доверяем просто какой-то обратной стороне? Конечно. Это же дуальность. Доверяем. Доверяем, не доверяем. Не доверяем. Когда мы не доверяем миру, мы доверяем себе. О, как перевернула. То есть, мир это же мы. Да, если мы не доверяем миру, не доверяем себе. Сами себе не доверяем. Сами себе закрываем. Не, ну так-то логичное рассуждение, что если мы никому не доверяем, значит, мы доверяем себе, что наши мысли правильные. Вот опять провокация. На самом деле мы себе не доверяем. Потому что... Нет, ну знаете, дуальность. Чтобы кто-то является недоверимым или недоверимым. А какое там еще было слово? Сомнение. Сомнение. Ну тот же кот, вот он одновременно получается, он и сомневается, но в то же время он идет, значит, он доверяет где-то чему-то внутренней. Да, видя, то есть, мир. А еще знаете, вот сомнение... Доверяем, что ему недоверяем? Сомнения классные, мне прям понравилось. Это совместное мнение. В результате приходится. А почему сомнение это хорошо и как его использовать как ключ? Я сомневаюсь в себе и хочу послушать других и правильно это дело, потому что сомнение это всего лишь одна грань. Я же могу смотреть только узко на что-то одно со старым сознанием. Основным сознанием я всех послушаю, там посомневаюсь, там посомневаюсь, там посомневаюсь. И там истина и откроется, когда я вижу совместное мнение. Сомнение это классно на самом деле, а мы все время отрицаем это. Недоверие это тоже классно, потому что мы сомневаемся, не доверяем. Одну грань нашли, вторую, третью, пятую. Увидели вообще картину? Конечно. Если я приму какую-то одну концепцию, какую-то технику, какое-то правило, что-то я выберу одно и не буду в этом сомневаться. Оно перестанет быть истиной, оно перестанет быть правильным, как вы уже до этого говорили. Да, да, да. То есть если я выберу какую-то одну крайность. Угу. То есть сомнение это круто. Как только вы сомневаетесь, знайте, что блин, я расширяюсь. Это круто. Да, получается расширение и там может родиться вариант, который надо стоит вообще как какой-то. да. Поэтому не сомневайтесь своим сомнениям. В общем, Андрей, все. Сомневайтесь своим сомнениям. Да. Не сомневайтесь в сомнениях. У меня сейчас в романе, просто типа фриллианты. И вы получаете, что если вы не сожрали, вы не сожрали, вы не сожрали. Конечно. Я сомневаюсь все время. Я говорю, ну, сомнение и наклонилась. А как это бриллиант? Это и есть бриллиант, да. То есть сомневайтесь для того, чтобы двигаться дальше. Сомневайтесь в вчерашней правде. Для того, чтобы сегодня открыть новую. Потому что если вы держитесь за старую правду, блин, она уже устарела в другой реальности. Чего вы за нее держитесь? Ищите каждый раз новую правду. Но знайте, что это правда только на сегодня. Завтра будет другая. Потому что если мы развиваемся и мы постоянно что-то новое познаем, в любом случае та правда, к которой мы уцепились, ей время уже ушло. Мы новое, новое, новое. Каждый раз находим. И это нас двигает. То есть наша жизнь – это движуха. Постоянно. Познание нового. Постоянное сомнение получается. Постоянно. Постоянно. Это очень круто. Не надо это все отрицать. В каждом слове ключ. Ключ к тому, что мы можем любое понятие перевернуть так, от чего у нас будет вечная движуха. А животное – это, получается, базовое какое-то наше… Ну, животное – это же эти инстинции, базовые. Потребности. Ну, вот вечное оно, как бы, такое… А что именно про животных? Ну, доверие-недоверие. Как в кота избирали. Что-то базовое какое-то… Ну, давайте на жизнь не переложить на это доверие-недоверие. Вот и не доверять человеку. Я говорю, что не верен пошел уже. То есть ты как на эту ситуацию смотришь? Мышку поймешь. Чтобы начать доверять или что-то? В жизни применительно, например. Можно просто послушать, что человек говорит, и просто переключиться немножко к тому, что мы никогда не слышим, то, что мы все хотим сказать этому человеку. Мы сами себе через него говорим. Да, да. Есть классная техника… Я не буду рисовать. Есть классная техника. Вы просто возьмите за целый день, напишите, что вам говорили, что вы видели, на кого вы там обиделись, на кого накричали, кто на вас накричал там, где что потеряли, где-то кого обманули, где вас обманули. То есть нажалуйтесь по полной программе. Вот просто возьмите и нажалуйтесь. Да так отжалуйтесь, чтобы выплеснуть все вот эти эмоции, которые накопились. Там многогранная комба будет просто. И выплеск эмоций ваших, и расставание со всеми такими накопившимися старыми знаниями, эмоциями. И переведите все. Каждый человек, который вот будет там, он там такой плохой, там сосед шумит, кошка на лоток не ходит. Ну то есть на всех. Переведите на себя. Я. Мое животное начало. Это если кошка, да? Или собака, или там хомяк. Мужчина. Я творю. Я говорю. То есть в глаголах пишите. То есть мужчина, допустим, это ваш творец внутренний, на котором вы жалуетесь. Женщина – это ваше принятие и желание. То есть когда вы будете переводить я сама себе сказала, я сама на себя накричала, я хотела до себя достучаться. Если это был мужчина, то вы пишите в глагольной форме. То есть я сделала, сказала. Если это женщина, то мои желания. Либо я не слышу там своих желаний. Я пожелала, но не сделала. Я не знаю, как это будет звучать. Мне надо рассказ любую. А можно так? А? Привет. Показать. Сегодня на меня накричал муж. Потому что я… Потому что я не приготовила еду. Потому что я не приготовила еду. Да. Сегодня я на себя накричала, потому что не захотела наполняться из внешних источников. Перевела. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. До себя попыталась достучаться. То есть мужчина… Творец. Творец. То есть я творю. Я не захотела себе творить сегодня. Либо не приняла желание не творить, а что-то там другое делать. Просто в рассказе вычеркиваем имена, вычеркиваем персонажей и все. Я, 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 я. Прочитали о себе, все понятно, все, что вам нужно. Там в этом рассказе будут все ваши долги себе. То есть ваши желания, которые вы не исполняете. Кто был на марафоне 500 девочек? Угу. Вот, вот, вот у них есть эта техника очень крутая, классная и быстрая. Попробуйте дома. А мы в чате общаемся. Вот перепишите свои рассказы и пишите в чат. А если нет, попробуйте себе писать. Я бываю это. У нас богатство. Мы сейчас трансформируем, конечно, в новое третье. Но это будет такая поверхностная трансформация. Там надо вообще глубоко копать. Давайте, бедность, богатство. Речка. Я ее могу интерпретировать, как... Ну то, что я вроде бы бомж, у меня ничего нет. Я живу где-то рядом с речкой, но я могу интерпретировать, как я богатая. Из-за того, что у меня есть вот эта красота вокруг. Просто... Которую я могу наслаждаться и радовать. Угу. Интересно. У меня картина такая интересная. Огромная такая монетная. Огромная, все вижу игро. С одной стороны, полное изобилие. Шикарные дома, квартиры там. А с другой стороны, полная нищета. Типа там хибары раздолбанные. Какие-то там коробки, где спят люди. Ну то есть, вот вообще полная как противограни. Вот так. И что вообще? А между ними это как монетка. Сейчас вот я драю прям. Монета. Золотая. Так. Подумай сейчас. Хорошо, подумай сейчас. У меня тоже вот монетка. Но у меня монетка. Вот я вижу, у меня вроде есть монетка. Но она у меня одна. Люди, хорошо, что она у меня есть. Да я не могу ничего с ней сделать. У меня такая фигурка золотая. Ну а делать с этим чёрт? А ну а что от этого? В остальном я беды. И сейчас у меня слитки золота. Что с ними нет? То есть комфорта от этого я не спыта. Ну вот есть она, да? Дальше что? А у меня бомж. У него нет денег, но он может делать все, что хочет. А то, что он свободен. Свобода не свобода потом трансформирована. Да. У меня здесь пришло такое мышление, что у меня лично, если ты на бумаге имеешь что-то, например, квартиру, но ты на бумаге вписал своё имя, всё это у тебя есть, ты богат. А если ты этого не имеешь, то не пользоваться можешь этими всеми вещами, то как будто это не моё, и это как бы я не богат. Вот у меня сейчас такая тема стула. А я сейчас такая подумала, ну и ладно, нет, меня не вписана я. Но если я сейчас живу, значит это для меня всё сделано. Зачем это шаблон мышления, что документально должно быть подтверждено, что ты богат? А если документально не вписано? Во что единое целое может богатство и бедность? Ну в том, что нет богатства и бедности, оно просто… Ну что нет, это всё в голове мы-то уже давно знаем. Вопрос. Как это объяснить ему? Понятие богатства миллиграммов не получается. Я думаю, что там ещё что-то дешево. Не получается одного. В принципе, богатство – это чтобы быть счастливым, по идее. Чтобы быть рада какую-то. А богатство бывает. Вот у меня пришла плоскость. Шла на полной идти с вами. Пожалуйста. Страшно старая ротка. Я говорю, Бога любит. Возвращайте. Ну да. У меня есть поездка. Как бы мы хотим. Богатство бывает. И с другой стороны, то, что для одного богатства, а для другого может быть ничего. Вот. Тоже очень интересно. То есть это зависит от наблюдателя получается. Ну а мне вот эта девушка нравится. Вот в коронине, которая лежит на помойке. Ну, живет она в коронине. Крутая, классная девушка. Это про то, что бедный может быть богат внутренне, а богат и беден. Внутренне там. Энергетически даже. Ну, согласна, да. Какие еще варианты? Наша именно уникальность, она и делает нас богатым, независимо от условий, в которых мы находимся. Поэтому даже в помойке мы являемся днем. А мне кажется, что жало какое-то плохо-хорошо. Типа вот тут хорошо, а тут плохо. Так, а мы только что живу, трансформировали. Ну, типа, будь богатым. Типа, да. А вот быть бедным, это не очень. Ну, вот типа такого. Богатство с бедностью, я имею в виду, припяти ногах. Через... Вдох-выдох. А. Ну, богатство это вдох, ты вдыхаешь ногу. А когда ты выдохнул, ты бедный, сразу встал. А мы можем вообще этот воздух выдохнуть из себя весь? Нет. Нет. А мы внутри состоим. Вода и воздух. Все у нас хорошо. А если же только вдыхать, то можно же лопнуть чуть-чуть? Конечно. Это вдох и ощущение, ну, как бы, радости. Когда выдох, все равно же нет ощущения грусти. Вы выдохнул. Да ладно. Прижел, прижел, а потом выжел. Ощущение грусти. Да. Очень хорошо. Просто люди ассоциируют богатство с куском непонятным. Да. Представьте, как мы богаты воздухом, богаты лесами. Представляете, у вас есть лес свой, в который вы можете пойти и делать там, что хотите. У вас небо есть, вы можете им пользоваться бесконечно. У вас есть земля. Бедность, неощутимость, не, как сказать, нечувственность. Вот, не хватает, когда ты не чувствуешь свое богатство, получается, которое у тебя есть. А у нас есть все. У нас даже и машины есть, и квартиры есть. Мы просто это вообще, посмотрите, сколько домов. Я вот у Оли побывала в таких шикарных апартаментах недавно. И чувствовала себя как дома, потому что я дома там, где я есть. Не там, где у меня склад вещей накиданный, а там, где я сейчас тоже дома. То есть я всегда чувствую, даже на улице я дома, потому что я чувствую себя, а не там где-то. Там где-то меня нет, это факт. То есть мы богатые, потому что мы не чувствуем себя богатым. А мы просто не хотим вообще чувствовать ничего. Хозяин. 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 Вроде здесь сейчас получается. Мы всегда здесь и сейчас. Есть всегда здесь и сейчас. И мы вообще не двигаемся. Мы находимся всегда в одной точке, да, квантовая физика. Все реальности сосуществуют одновременно. Мы находимся во всех позициях любого наблюдения. И мы можем наблюдать, вот какую бы точку обзора бы ни выбрали. На 3D мир, да, когда в линейное время. На 4D, когда у нас добавляется позиция, что разные варианты еще существуют одновременно. На 5D, когда мы еще в этих вариантах не просто перескакиваем, а одновременно находимся во всех. И мы можем мгновенно перемещаться, просто сменив точку обзора. Что было такое? Да, это мы делаем все время. Просто вы это делаете неосознанно. А, значит богатство это не иметь в запас. О, сейчас запас. Да. Самое интересное, что вы не можете иметь запаса воздуха. Да. И не можете иметь запаса времени, не можете иметь запасы прошлого, не можете иметь запасы будущего. У нас всегда, вечно сейчас статичная картинка. Но когда мы быстро перемещаемся по реальности, нам кажется, что мир двигается. Получается, вот мы как проектор, вокруг транслируется кино. Статичные картинки меняются очень быстро, как в кино на киноренте. И иллюзия, ощущение, что это движется на экране, что кино движется. На самом деле оно из картинок сделано. Наш мир так же, сколько там фиглонов раз в секунду, 9 триллионов раз в секунду, мир расхлопывается на кварке и собирается заново, делая точный слепок нашего сознания. Вот то, о чем мы думаем, та картинка есть. И чем выше эти вибрации наши, то есть чем выше собирается и разбирается со скоростью выше, мы быстрее мерцаем по вот этим реальностям. Когда опускается вибрация, картинка наша застывает. Ну то есть у нас день сурка. Мы перетягиваем одну и ту же картинку, то есть мерцаем и складываем картинку с теми же пазлами, как и прошлое. То есть кино чуть-чуть меняется. Мы точно знаем, что мы стареем и мы точно знаем, что время типа линейное. И поэтому мы картинки видим со старением, с линейным временем. Это у нас такой шаблон заложенный. Кстати, он должен тоже трансформировать. Давай. Да, он работает. Так, а с чего я вообще начала? Богатство и бедность. А, да, богатство и бедность. У нас есть на самом деле мозг. Да. У нас есть все шаблоны мышления, которые мы можем использовать. И все ограничения есть. И также есть вся безграничность, вся пустота безгранична. Безграничность вибраций, безграничность воздуха, безграничность думать безгранично, квантово переходить, смотреть, жить. Мы даже умереть не можем, потому что мы просто плавно перетекаем из одной картинки в другую. То есть плавно перетекаем из одного состояния в другую. Мы даже себя кусок вырвали на работе, поменяли на деньги. Ну, работа – это очень просто классный инструмент обмена. Кусок вырвали себя на деньги, чтобы эти деньги поменять на кусок себя, обратно там в лекарство вернуть здоровье. Ну, выдернули здоровье, например, на работе, кусок себя. Поменяли деньги, чтобы потом купить лекарство и обратно как бы себе что-то вернуть. Или покайфовать на лыжах на курорте, зарабатывая там месяц, меняя свои навыки, свое делание, свое внимание, свою любовь. Ну, что-то из себя. Для того, чтобы потом пойти эти деньги обменять, обратно в ту радость, опять наполниться, опять стать целостным. Все, что мы делаем – все иллюзия и не почему. Себя обменяли на себя постоянно везде, а какой-то у нас один. А вот, Наверное, ты говорила про скорость. Например, если у нас здесь все указываешь, у нас скорость низкая, да, вот эти картины. А как вот повысить ее, например? Как повысить вибрации? Вопрос, наверное, тем, кто занимается любыми техниками. Есть? Благодарность. Благодарность, творчество. Постоянную трансформацию шаблонов мышления, они ничто же держат все это. А еще что-то? Наполнение… Смотрите, даже если вы будете повышать свои вибрации… Кстати, мы все на планете Земля, люди так и так повышаем постоянные вибрации. И вибрация Земли, общая наша вибрация, она постоянно растет с годами. Посмотрите, в интернете есть прям такая шкала… Забыла, не помнишь, Оль, как называется? Поэтому… Пастота шума. Да, вот. Пастота шума, все время поднимается. Наша вибрация, она поднимается. И наша скорость жизни увеличивается просто. И мы обрабатываем информацию очень быстро. Да, у нас сейчас вообще вот так мгновенно все происходит. Скоро вообще будет. Только подумали и переместились. Ну, это же круто. Раньше считалось фантастическим. Представляете? Я говорю… В кирпич. Меня видят, и все люди со мной общаются, я с ними. Раньше это фантастически казалось там или в космос полететь. Сейчас, пожалуйста, полеты будут скоро. Поэтому вибрации мы повышаем каким образом? Шаблоны мышления трансформируем. То есть это наши рамки ограничений, которые мешают нам двигаться. Принятие. Принятие. Тотальное принятие. То, что почему-то это хорошо. Занять такую точку обзора на мир. Смотреть то, что я творец. Если я это сотворил, зачем это менять? Наверное, для чего-то. Что я хочу себе показать? Что я делаю в данный момент? Для чего? Всегда задним числом вы знаете. Какие бы события с вами там не происходили, не очень хорошие. Вы такие, блин, как классно, что я с ним там рассталась, там расстался. Потому что сейчас у меня там идеальный муж, классные дети. Или как хорошо, что я ушел с этой работы. А когда я уволился, я там год ревел дома. И меня там уволили. То сейчас собственный бизнес. То есть любое событие, оно не просто так. Но мы это только через время понимаем. А если вы заранее знаете то, что почему-то это хорошо. Вот смотрите на мир с этой позиции. То вы не будете уже там годами ждать ответа. Пока там наработаете его. А уже будете видеть мгновенно, почему это хорошо. Вы даже будете знать и себя просто спросить, почему это хорошо. Откопать вот эти вот все программки. Почему. Так. Зависли. Давайте трансформируем программу, чтобы расшевелиться. Трижухи не хватает. Пока. Трижухи. Трижухи.